Итак, начнем с того, что в нашем гривном хозяйстве мы производим эти грибы от первичной клетки, которая находится в пробирке. В пробирку она попадает, значит, этот штатив является с пробирками, это рабочие культуры, которые попадают сюда из библиотеки. Вот это можно здесь видеть библиотеку пробирок, которая попала сюда из множества институтов, которые находятся не только, скажем, в Украине, в Европе и так далее. Есть возможность, например, уникальная разработанная технология очистки культур определенным способом. Отсюда я не буду останавливаться, это очень длительно, но здесь, я не знаю, сколько будет показывать камера, видно рост культуры, то есть весь клеток в этой среде. Определенное разведение этой культуры позволяет засевать одну клеточку на одну пробирку. То есть эти две клеточки не будут встречаться друг с другом, то есть растет, можно сказать, чистейшая культура, которая пускает радиальные гипы в разные стороны. Я буду благодарен всем тем людям, которые есть более глубокие познания относительно микологии, скажем, мои познания касаются изучения медицины на нескольких кафедрах и изучения микологии и так дальше. Если эти люди будут добавлять какие-то свои комментарии или свои видео, я буду им очень благодарен, мы вложим совместный труд на поприще внесения авторитета истины. Вместо того, чтобы превращать интернет в какой-то мудрый, в котором наложено всякого множества чего, когда мы ищем информацию о грибах и находим информацию о фильтрах на сайтах. Значит так, первая клеточка, она вырастает в этой пробирке. Дальнейшая судьба этой клеточки, значит, выглядит следующим образом. Она переходит из этой пробирки или на чашку ПЭТРИ, можно видеть, есть специальные контейнеры, в которых они хранятся и находятся вот в таком инкубаторе. Она переходит на чашку ПЭТРИ. Из чашки ПЭТРИ эта культура может переселяться следующим образом. Она переселяется на маточный образец. На маточном образце происходит культивация этой культуры, которая в дальнейшем идет на производство самих грибов. Итак, сейчас будем останавливаться на важных моментах, которые будут касаться производства грибов и на самой экологии. На экологии самого вопроса. Итак, после того, когда мы получили маточную культуру, дальше идет процесс культивации мицелия. Значит, из чего будет состоять процесс культивации мицелия? Значит, можем смотреть. Сам мицелий мы выращиваем на разных средах или питательных веществах. То есть, этот мицелий выращен на пшенице. Почему на пшенице? Потому что пшеница является очень питательным, скажем, веществом вообще для гриба. По содержанию азота она не идет в сравнении с ячменями, другими какими-то злаковыми культурами. При внесении ее в блок приблизительно 4,5% она дает очень большое количество питательных веществ, которые будут позволять грибам вырастать массивно и плотно в грибных блоках. Значит, матричная культура засевается на вот такие блоки. Здесь нужно остановиться на одном таком вопросе, который касается экологии самого посевного материала. Итак, в процессе подготовки этого посевного материала используется технология определенной подготовки материала для посадки самого мицелия. Значит, это происходит следующим образом. Пшеница или другие зла...